здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал под прицелом излучателей значит читаю вторую часть интересно вот этого комментария почему разделил все три части хочу чтобы сначала посмотрели первую часть оставили так как пишет автор оставили комментарии потом перешли ко второй естественно их 3 то есть я так думаю комментатор но и автор своих комментариях наращивает тему поехали часть 2 важно читайте по очереди все три части иначе будет непонятно посмотрите их работу странные пожары в калифорнию калифорнии алюминиевые блоки движков вытекают из машин как жидкая ртуть нашей расе ценен каждый неравнодушный индивид не губите себя зазря увы но большинство хотят забиться в чели как крысы поглубже не получится твари вас и щелей все равно повыклыривают как к этому относиться если разрисовали под хохлому всех и даже тех кто спрятался в дальних скитах особенно касается верующих ведь от бога сказано что он не простит к тех кто примет печать но в том то и вопрос не получит а примет не принимайте не соглашайтесь с тем что с вами сделали притча стоял на отшибе дом добрых людей пришла ночная тать и написала всякое пакостное на заборе стали утром посмотрели на забор а там всякая мерзость вопрос относится написанная мерзость к сим добрым людям ответ если они примут на себя сию мерзость то могут и не стирать написанное на заборе а если сердце их чисто и знают они что все мерзкое на черта на все мерзкие начертания ложь не примут они их на себя перекрасят забор и будут жить дальше добром и счастливо как раньше ни в чем не бывало не принимайте что в наших силах объясню для верующих и для атеистов для верующих соборная молитва об изгнании бесов с руси для это для атеистов сколько раз светлые силы по всякому сообщали землянам что помогут если земляне попросят только получив союзника соответствующими технологиями может можно очистить землю соборное покаяние соборная молитва русь это как минимум вся солнечная система для плоских вся плоскость для тех кто предал свою расу и всячески выслуживается шестьсот тысяч из вас вознесут с собой в награду за служение пророка и языкиля возносили только полетите как в людях в черном таракан тащит за собой на тарелку девушек девушку путь долгий в пути жрать чего-то надо для этого у вас и кормят самой правильной пищей на земле счастливого пути окорочка не способные складывать два плюс два для просветления мозгов спросите любого военного интенданта все земные правительства они нас предали они все поклонились сами знаете кому они все в курсе всего происходящего они в этом принимают участие отсюда все бредовые законы ювеналка биометрия цифровизация цифровой концлагерь и прочее до бесконечности про биометрию считывание радужки изгибов лица и прочая ложь почитайте изначальные отчеты об исследовании об исследованиях лаборатории цифровой защиты реальная биометрия работает только на малый на больших сообществах огромный процент ошибок поэтому в ходе той биометрии которую будет проводить правительство будет считываться не радужка из не радужка изгибы лица и волос а уникальные qr кода наштампованные по телу qr кода на наших телах это связанные между собой уникальные реестровые записи кто уже догадался какие правильно биткоины до кучи фотоаппараты якобы canon canon в мфц и прочее таковыми не является это стилизованные излучатели с веб-камерами носящие основное начертание на чело чем планируют закончить чипом в руку иммобилайзерного типа как у машин поганая штучка любой военный превратится в мишень для высокоточного оружия все чипы произведены в америке как и чипы для зеленых военных карт пойдете в бой повыкидывайте чтоб потом не удивляться как это так точно прилетает для отвлечения сознания главный чип с виду прозрачная жидкость преподносится будет как прививка от спида хоринида или прочего говнида в жидкости нано боты которые перехватят нейроны мозга превратив без безвозвратно человека в киборга на радиоуправлении видео по теме весна 2016 года в казахстане уже вживляют чипы школьникам к захватчикам и если информация что в ближайшем космосе вас нехило прищемили верна и именно поэтому вы решили наштамповать из землян киборгов то ваши противники наверное уссались кипятком это же надо наштамповать мишени и отправить их в бой потом а под автоматическую раздачу отправлять так в бой можно хоть триллиардами результат будет нулевым кто-то нехилую диверсию в наших рядах провернул обалдеть вот такой интересный комментарий ребята читайте думайте пишите свои комментарии что вы об этом деле думаете давайте буду читать вам следующую часть спасибо за внимание а